Всем доброго времени суток, меня зовут Vanguard, и мы продолжаем играть в эти слэш-корнерс, так как последнее наше появление в этой игре было две недели назад, где-то если не больше, то я, конечно, много уже подзабыл, поэтому невероятно, что пришло то самое время все-таки воспользоваться предлагаемой нам каждый раз начале эпизода опции рекапа и все хорошенько вспомнить. 17-й голова называется 12 минут, звучит так, будто бы, простись, что-то очень интенсивное. За 12 минут может случиться очень много всякого, поэтому у меня таки даже небольшой хайп происходит внутри. Так вот, давайте используем рекап. Ну, все официально знают о моем имени. Так, кстати, рекап, оказывается, ведется от лица инка, то есть он прямо нам рассказывает, что произошло, что было. Это довольно интересно, я теперь даже только жалею, что я его пропускал, потому что было бы интересно, так сказать, посмотри, как инка-то все еще раз внутри себя переживал, так сказать, и выплюнул. У меня звучит не слишком аппетитно. Все официально знают о моем имени. Меня зовут Ингрир, но это не то имя, с которым я родился. Раньше меня звали Ким, я поменял имя несколько лет назад. Нравилось, старое, понимаете? В это устраивало мне неприятность из-за этого, но не было понять, почему я была так. Это важно. К счастью, я поменял тему, когда он слышал, как Лиза поменялась, что ее фамилия Тэтчер, произнает отца Лизы, или, по крайней мере, знает о нем. Нолан Тэтчер раньше был большой имени университета Белбридж, перед тем, как я начал посещать классы там. Он был профессором по биологии, кажется, и он также был в их спонсорском совете. С источной информацией, чтобы собрать все, ну, единую кучку, но я чувствую, что мы становимся ближе с каждым часом. Будьте к загадке, эфир указал на кое-что еще, что я нашел странным. С числа 379 появлялась повсюду в Exit Corners. Возможно, на самом деле не 7, а такой раздвоенный слэш, который как раз фигурирует в названии игры. Тогда 3 это должен быть угол, а 9, точнее, наоборот, 3 выхода 9 угол. Есть о чем задуматься. Я думал, что, возможно, она слишком много задумывалась об этом. Начал больше о том думать и очень подозревая, что она наткнулась на что-то важное. После загадки, однако, все пошло по... Ну, не в самом лучшем направлении. Эфир упоминал Тиану, Контакт Рея. Точнее, Контакт Рея. Ну так, мимоходом. В этом нет ничего плохого, кроме факта, что Рея никогда не упоминала Контакт кому-то, кроме меня. Так как она узнала, кем был Контакт Рея. Изначально Рей думал, что я был тем, кто рассказал о эфире. Но я поклялся ему, что я не говорю ни души о Тиане, и это было правдой. Поэтому Рей попытался выжить вместо этого ответа из эфир. Она сказала, что никто не поверит, и поэтому отказалась сказать кому-либо, кому-то, кроме меня. Эх, хорошо иметь протагонические привилегии. Все готовы поделиться своим секретом. Даже через них хочу. В итоге заключалась сделка с остальными. Она расскажет мне, как она узнала о Тиане, и затем это будет... Это уже мне решать. Рассказ другим участникам или решать это втайне. В конце концов, я это делаю не в первый раз. Но теперь, когда мы наедине, она скажет мне... Да, прошлая гола окончилась прямо так резко и неожиданно, что... Конечно, ждать две недели для тех, кто прям по крошу на векру, наверное, было мучительно. Ну, может, вы сами посмотрели. Но все-таки надеюсь, что вы, как и я, ждали. Как ты узнала о Тиане, эфир? Так. Ну, рекапы тут неплохие, мне нравятся. Тогда я скажу тебе. Расскажу тебе все. Как ты узнала о Контакте Рея? Я просто знала. Что ты имеешь в виду? Я просто знала. Что-то за объяснение такое. Так, если все в матрице, и что, случайно не ту базу данных подзагрузили, да? Финк, послушай, иногда я знаю вещи, которые не должна, вещи, которые я не помню, как узнала. Вещи, которые для меня было бы невозможно знать. Так что-то, типа, какой-то психик, это тоже ташнее сказать. Точнее, скорее, медиум какой-то, телепат, может, даже. Не знаю, не понимаю, как это работает. Это единственное слово, которое я могу придумать, чтобы описать, что я могу, ну, ясновидеть. Каким-то ясновидением обладаю, как бы глупо-то не звучало. Слово, получаю информацию, не используя ни одно из человеческих, известных человеческих чувств. Уверена в этом? Может, ты просто брать или интуиция, или, может, ты просто видел вещи раньше, но не помнишь? Больше этого. Ну, ж, я верно, что ты можешь помнить, по крайней мере, несколько случаев сегодня, когда я говорю о фактах, о которых я никак не могла знать. Ты помнишь, когда я прочитал эту лекцию о шифрах? Даже мелочи, вроде любимой музыки Лизы, или факт, что у тебя есть меч в твоей комнате. И вещи, которые я помню, чтобы узнавала. Уже скептичный Инк стал ещё скептичней. И мне никогда не говорили, что контакт Рэй был одёжком имени Тиана. Эта информация просто уже была там. Ну, ты уверен, что Рос не подслушал, как мы вдвоем разговаривали? Я думаю, я бы это запомнила. И что мне... Что мне об этом думать? Это всё нелепо, но кто в своём уме придумает такое оправдание? Ну, знаете, возможно, именно из-за того, что это настолько абсурдное оправдание, в него и легче поверить. Я не знаю. В это поверить очень сложно. Но как будто и... Тяжело вериться, что это можно просто придумать. То есть это как-то настолько нелепо и глупо. Если уж эфир такой страшный мастер Вайн, но у вас уж наоборот, как раз она пытается нас подводить на антилогике. Из-за чего, конечно, хотелось бы и верить. В этом царстве неверия. Что же, кто придёт такое оправдание? Если я разлагаю о том, как она знала Тианя, я думаю, я знаю, что она придумала что-то гораздо более достойное доверие, чем это. Не даст ли я тебе верить и мне? Даже мой отец... Даже мой отец мне не верит. Я ещё не решил, верите или нет. Пока. Но по крайней мере, я верю в тебя. Я не верю, что ты посолгала мне. По крайней мере, не так. Может, есть объяснение для этого, но ты не можешь пока знать, каково оно. Или, может быть, ты медиум, или он, вначале, обещает. Я помогу тебе разобраться. Спасибо, Инг. Я же знаю, что я смогу это объяснить. Это сейчас причина, причина которой я занимаюсь психиатрой и психологией на самом деле. Ты знаешь, что сейчас психология быть каким-то медиумом, это нет, но это уже верно. Я дольше, если все остальное провалить, смогу найти работу, где я смогу использовать эту способность, чтобы помогать людям. И быстро кивнул, и будто что сказать, это справедливо. Он полагал, что я не могу править расспрашивать её о чём-то, что он едва мог понять. Все ещё я ему не мог не чувствовать любопытства. То есть, полагаемое соединение эфир добавлялось к постоянно растущему списку сегодняшних необъяснимых феноменов. То есть, да, было медиумом прорицателем, ясновидящим. Только себя помню, чем я старше, тем больше это, похоже, случается. И я так и не узнавал одновременно, как много, как сегодня. Не знаю, почему именно. Может, давление Exit Corners влияет на меня. Что ещё ты можешь расстанять от своей силы? Блин, ну это, конечно, уже прямо от такой уход какую-то мистику, да, реально. Ну, или мы всё в симуляции реально загрузили там пару лишних файликов. Не называй это силой. Серьёзно, это неловко. Способность тогда. Так что ты можешь мне сказать? Она обычно не мешает моей оптименной жизни. Я, похоже, более подвержен гипнозу, чем обычая ехать. Не могу сказать, что эти вещи как-то связаны с какой-то уверенностью. Я думаю, что ты можешь напрорицать что-то, что может помочь нам сбежать. Отчаясь, некоторые загадки кажутся жутко знакомыми, поэтому я смогла понимать быстро ответы. Но не в каждой загадке очевидной. Что-то я вообще не понял из загадки, где она бы быстро поняла ответы. Потому что я просто редко расспрашиваю. Понятно. Ты узнал что-то касательно того, почему мы здесь? Нет, прости. Но я узнала много о тебе и других соревнующихся. Мне очень важно, но какие, например. Я знаю о твоём шраме, например. Её голос прозвучал меланхолично. Инг коснулся его, какой приложил руку к своей груди, будто чтобы защитить её. Вот как. Ты вернешься, просто не подтвердил этим утром, перед тем, как я проснулся. Думаешь, я разделу тебя пока тобой без сознания? Ну же, Инг. Ладно, что ещё? Ммм, шрам на груди. Не на имени. Ммм. Что ещё? Ты знаешь, что он взялся? Могу предположить, но только себе комфортно. Ну, нет. И не найти уверенности, поддерживать зрительный контакт. Он вздохнул. Естественно, это лучше. Я думаю, парни со шрамами супер горячие. Ну, полагаю, от этого ещё себе, правда, чуть-чуть лучше. Что-то не так. И было... Ух, страшно, блин. Лежащая дверь захлопнулась. И он на эфир подскочили. Покончив с любым... С любой за вашей расстанией романтики. Что за их занимает столько времени? Зашла очень длинная история. Блин, как же он зол? Как же он зол готов за брод форсить, блин, мне кажется. Не знаю, все отверстие выучили. Пошёл почти, блин. Десять минут. Сколько нужно времени, чтобы получить ответ из неё? Мы отвлеклись. Я думал, что ты цырачь начать вещь и загадку. Но я как и начал. Есть просто мелочь, которой нужно ещё разобраться. Перед тем, как мы займёмся этим, хочу ответы. Откуда эфир знаем в моём контакте? Расскажи мне, как она узнала Инг. Я не должен рассказать тебе, помнишь? Но не переживай. Совершенно идеально. Я ослаблюсь от этого дерьма. А здесь скажешь мне причину прямо. Больше не ходить вокруг да около. Ну, эм, они встречались раньше. Что? Эфиры Тиана знают друг друга. Они встречались на кампусе несколько раз. А как она знала, что она была моим контактом? Я услышал, как она говорила об её бывшем однажды. Обвинув, что он был в IT, но затем очислился и, эм, что его звали Рэй. Так, как она снила, что ты говоришь в своём контакте, так что со временем нас уже удалил вместе и предположил, что это была Тиана. Никогда говорила из страха, а то как-то отреагируешь, учитывая. И учитывая, как ты орал только, что это было оправдано. Ну, врать плохо, Инг. Но, возможно, это лучше, чем сказать, что Эфир просто узнаёт вещи из ниоткуда, что космос ей это сообщает. Вот твой ответ. Счастлив? Лена смотрит на меня и вылезает, говорит, ну, кажется, что ты... В следующий раз ли скажи что-нибудь. В любом случае, Эфир, мне нужна твоя почка ещё. И то я тоже, Инг. Пойдём. Извиняться, братишка, не стало. Ну, наверное, оправданно, оправданно. Спасибо, что прикрыл меня. Она быстро кивнула Инг перед тем, когда не со следующей комнаты. Ну что? Тёмная цвета комнаты. Едва ли скрывали, какой она была пустой. Возвращая, что Инг были немедленно притянуты к машине на другой конце комнаты. Я слышал свою непонятность на Инг, у которой никогда идёт ничего подобного. Когда-то всего здесь есть? Наверное, для пяти, да, тоже. Какая-то загадка. Всё так. И ты знаешь, что это значит. Знаю? Для Дыры на другом конце, кажется. Просто идёт в пустой чулан. Это комната-тупик. Значит, это угол. И тут где-то есть ключ-карта. О, так сейчас начнётся самый эпик. Пожалуйста, будь настороже. Я не забыл, что почти случилось последний. Я вполне уверен, что это комната... Что это кончится к этой ловушке. Пытаюсь определить, что это перед тем, как с ним с загадкой. Ну и как успехи? Никаких. А сентиляция, так что-то может быть ещё больше из телячьего газа. Не уверен, что с вами большие фанаты повторятся с ловушками. Ну и вряд ли мы сможем понять, что это перед тем, как мы начнём. Но уж нам не придётся. Шарик попытался приготовиться. То, что мы сможем избежать решения загадки. Расслабься. Если есть какая-то ловушка, сентиляция, то ищет сбирать двери, верно? Ну и не может верить дверь за нами, если она никогда не закроется. Вот почему я заставлю эфир держать её открытой. Можешь просто вместо этого использовать стул? Ну если хочешь вершись за несколько комнат и прихватить стул, то давай. Ничего страшного, я не против. В любом случае, если держать дверь открытой, мы можем просто выйти, если это опасно. Мне кажется, сентиляция такой... Ай-яй-яй, вы нарушаете правила, что они прошли пункт 12.6.1.5. Мелким текстом, 27-й подпункт, где прямо сказано, что женщины в зелёном не должны держать двери открытыми во время решения опасных загадок. Ну ладно. Так, но все равно возвращаться, и нужно верить сквозь то, что мы не сможем продолжить. Ну это умно. Мне не нравится, я на то позволю, если надо удалить меня, когда есть простой обход. Я же касаюсь этой штуки. Блин, чайши толку, мне прямо очень любопытно. Рядом себя в машине осматриваю, и импо следовало за ним. Монитор он на машине был пустым. В машине за... Ну, я не верю, загадка может просто не допуститься, пока дверь не закроется, и мы все пятери не будем тут. Да, в общем, за толстым стеклом стоял старый на столе компьютер. Мы сидели чаще всего того, как у Инга было на столе его комнате общежития. На мониторе был редактор текста, наполненный тем, что видел как компьютерный код. Ну да, ну, наверное, это все-таки по части Рея. Это даже не загадка. Но для тебя нет. Загадка значит для меня, даже последнее сколько. Я знал, что ублюдок к чему-то готовит нас. Ну ладно, Рей так Рей. Следующий Алис, наверное, будет тогда. Что такое? Не буду даже понять, что происходит. Я вообще никогда не занимался никаким кодингом. Я все разглянул, пока ты эфир был в другой комнате. Это код написан на старом языке программирования, но, судя по тому, что я могу понять, он не завершен. О, и на функции не хватает. Можно записать код. Но чувствую, я тут все вряд ли сильно помогу. Я, конечно, знаю там. Можно скобнить языки синтаксис, где какую-нибудь точку за витой ставить и прочие символы. Но вряд ли я смогу помочь. Некоторые из комментариев в коде инструкции. Похоже, что он настроен... Да, что должно случиться, если код завершен и успешно скомпилируется. У меня здесь только один из нас не значило это Computer Science. Я уверен, что единственный, кто квалифицирован сделать это. Ну, и в любом случае, это только место в одно устройстве. Похоже, что оно было сделано так, чтобы убедиться, что только один из нас сможет использовать инструменты внутри. Да, я знаю, так. Так, что сначала сделать это одной рукой, но я готов к испытанию. Ну, в принципе... Понял, возможно, что у него уже есть сноровка, чтобы выполнять дела одной рукой. Стяна и Тенни все-таки расстались. Так, ладно, это на первой строчке кондиционера, которую мы видели, Рэй. Думаю, что сошь вам отсечь сентр... Ну, да, это же так легко сделать, блин, у нас так много времени. Или он, как в этих всяких фильмах, тупо откроет командную строку и начинает то хреначить, непонятно что. Ну, что дальше? Зачем нахер ты говоришь? Ты программист? Ты же программист! Развеешь, типа, взломать его? Во-первых, любой, у кого у него есть хоть небольшое понимание компьютеров, знает, как помешать мне сделать что-либо, что и не должен. Во-вторых, я думаю, что эта концепция компьютеробезопасности, наверное, происходит из дерьмовых криминальных драм. Я сейчас ненавижу слово хакинг. Для случаев, о чем ты думаешь, скорее всего, невозможно. Понятно, это вообще за пределами моего понимания. Интересно, что происходит, когда мы решим? Руклик, вещь, карту или, не знаю, что-нибудь. Что остальное мы должны делать, пока вы это решаешь? Смотреть в восхищении, обеспечивать эмоциональную поддержку, уверен, что-то придумаете. Рэн, на самом деле, довольно веселый. Хотя он, конечно, меня сейчас весит, но, блин, он... С ним скучно точно не бывает. В общем, Рэй, пожалуй, плечами, пока его другие... Пока другие соревнующиеся... Пожалуй, плечами... Короче, ладно. Демонстративно, пожалуй, плечами, перед тем, как стать его правую руку в терминал. Блин, надеюсь, руки не перепутал. О, Арт с Рэем. Интересно. Как только он это сделал, я такое чувствую, что он на таком Артинге выглядит сильно иначе. То есть общие черсти те же. Ладно. Как только это сделал, однако, исполненный башен стал красным. Вот и 12 минут, поехали. Ожидать мы их не будем. У нас минут. Успокойся, я это вижу. Теперь, который все еще стоял в арке, пришлось понеглушивать слышанное. Что случится, когда таймер дойдет до нуля? Не знаю, тут не написано. Блин, надеюсь, Рэй хорошенько так почитал, подготовился к тому, что ему надо будет накодить сейчас. Вряд ли что-то хорошее, да? Не хочу узнавать. Вряд ли, ты слышишь это вовремя? Пока никто не мешает концентрации, должен жить в порядке. Он решил похавиться на рукой, Рэй на какой-нибудь машине начал печатать. Могу как-то помочь? Нет. Не можешь. Блин, я тут стою, и что я могу делать? Я могу вытирать вплот у него со лба. Что ему, кстати, не жарко в шапке? Блин, когда они делали такие сокусированные, но рука двигается, наверное, в милю в минуту. Блин. Да, и, наверное, даже какие-нибудь корейские старкрафтеры сейчас завидуют этому молодому человеку. Он сказал, не трожьте его, аж не буду. Надеюсь, что сможешь решить его вовремя. Да, впервые просто безвольный наблюдатель. Я хотел бы помочь Рэй, но не глупо понять ни единства, которые он делает. Просто быстро, что я глупо рассчитываю, что на экране. Да, даже на руку печатать миг и быстро. Он вот серьезно воспринимает это. Какие должности? Если что случится, есть таймер с ним в нуля. Не могу не ображать худшее. Эфир свои двери и не отсвечивает. Не, подвините на минутку. Что такое? Что с ней решит, это перед тем, как говорим, истечет? Он умрет? Мы все умрем, если провалится. А если мы все еще сможешь продолжить? Знаешь, что я не знаю, ответ на любой из этих вопросов. А все, что я делаю сейчас, это верить Рэйу. Знаешь, я не думаю, что я скажу это, но не могу на это смотреть. Я от этого слишком нервничаю. Могу понять. Блин, у нас просто недвижное, неподвижное изображение, и я и то нервничаю. Бэт. Таймер, таймер все стекает и стекает. Ну, все меньше и меньше времени на таймере остается. Но случится, когда носит нуля. Никто код, я там просто не знаю, но бабуля может в курсе. Если носит нуля. Я все еще имею веру, что Рэй решит загадку во время. А плохой бросок. Мне просто любопытно, что случится, когда на полу он все опустится. Потому что весь яхно слили только Рэй. Ну, как бы тебе сказать. О, слишком плохо движется на второе. И это пригашено вообще, что пригашено убьет кого-то из нас вообще. Он уже и безвредный. Дужественно пессимистичен сейчас, я не прости. Думаю, я просто нервничаю, смотря на него, наблюдая за ним. Как и все остальные, тебе нужно просто выйти спокойно и терпеть. Знаю, я знаю. Рэй, помоги. Необычусь, если он сейчас смотря так с краю. Если бы хотя бы много знаний в программировании, я провожу помощь. Да, могу смотреть. Все зависит от этого. 6 секунд, это замедляется. Это означает, что он близко, чтобы решить ее. Или он встал в тупик. Лиза, ваше мнение о ситуации? Ты веришь Рэю? Да, Миду. Я доверяюсь ему в этом, по крайней мере. Хожа знает, что делает. Миду, он справится. Если ты можешь решить ее, то это он. Ну, очевидно. Да. Раз это вообще тебе не високоит? А? Или что не високоит меня? Факт, что для края может это решить. Я разночу на него и только на него. Какова цель Сента? Ну да, загадку с ящиком мы хоть как с могли решить. Бет даже хотел, чтобы мы ее решили. Или был альтернативный способ от Рэя, хотя он вряд ли бы сработал. Но там, кстати, тоже, по сути, только Бет сразу знал правильный ответ. Какова цель Сента? Не знаю ли, за может какой-то тест. Если справиться все умрем, не давали, кажется, справедливым. А что мне нравится, мне не похоже, что мы что-то можем сделать сейчас. Мы все дожить осторожны. Теперь все в руках Рэя. Будь терпелее, Финг. Ну, уже Рэй. Так, мы все исчерпали идеологию девушек. Понял? Ну, вот. Даже скомпилируется для нескольких нежных изменений. Решил ее? Да, сколько Рэй не стоит на часах? Чуть больше трех минут. Слушайте, ну, довольно неплохо. Неплохой результат. Говорю же он, что я в этом хорош. Ох, чувствую, себя не пройдет так гладенько. Чувствую, гладенько не будет вообще. Наш утюг уже давно остыл. Рэй триумфально щелкнул пальцами по набору компьютерных клавиш внутри машин и компилируется, пока ошибок нет. Так, ты решил ее? Скорее всего, когда только я шла скомпилироваться, надо что-то сделать. Вдруг правильно ответом было не компилировать это. Может, она была просто сидеть и не отсвечивать 12 минут. Но не уверен, что. Тут только небольшая часть кода от чего-то большего. Есть идея, что-то может быть. Чтобы это не было, это чертовски сложно. Ой-ой. А, ну вот, скомпилировалось и выполняется. глазами были прикованы к монитору. Он ярко застился перед тем, как быстро перейти к Сенту. Я же решил загадку. Уходи, блин, реально чувство, будто мы скомпилировали запуск какой-то ловушечки. Да-да, я знаю. Ты отличный программист и так далее. Но, так же, как ты, прошел свой тест, так же прошел и я свой. Чего нахрен говоришь? Ну, тест Тьюринга, конечно. Ты никого не одурачишь, Сент, выбирайся отсюда. Что такое Рэй? Ну, решение следует говорю, это новая Сент, пытаясь убедить нас, что он... И не слушайте его. И... И... это вообще возможно? И не просто. Ты дорогуша, и на самом деле первый сознательный искусственный интеллект в мире. А, что? Это трудно, поверить, знаю. Я повторюсь, я первый мыслящий и в мире. Можете назвать меня Сент, кратко. А-а-а, Сент от Сентиэнт. Искусственный. Это вообще возможно? И что, ты так внезапно рассказываешь нам это? Никто не разнесло, что он говорит, он просто придумывает. Это вообще возможно. И это просто данный, верно. Но, может, нечего сделать, а уж тем более похитить пять людей и построить отель. Нужно не напоминать тебе. Я ничего не строил, ничего не трогал, правда. То, что я делаю, это думаю, разрабатываю. Труд дешев, помнишь? Хорошая пытка, но ты забыл, что здесь кое-кто, кто на самом деле знает, о чем он говорит среди зрителей. Ты не, ты слишком умен, слишком отзывчивый, скажем так. Никто еще не разработал настолько продвинутого... Никто еще не разработал языка с какой-то продвинутой обработкой. Рост невозможно. Спасибо, Рэй. Я счастлив, что програниц его калибр считает меня умным. Я все еще и однако, чтобы ты не верил. Да, ну это будет противоречитому поведению. Помнишь, когда инкабанул тебя в той пещере, он сделает, используя твое человеческую природу. Ну, уникальность, очень понимаешь. Мои реакции... Это, на самом деле, особый мой бренд мышления. И счастье, не думаю, что у кого-то из нас, что у кого-то из нас в Решобе есть сидел, ну, фигурально говоря, и читал тебе лексы, а что у меня таким особенным, если ты только не думаешь, есть какой-то другой, более простой способ убедить тебя. Ничего, кроме того, что видит твой исходный код, не видит меня в том, что ты на самом деле ИИ. Так, может быть, сейчас мы и писали этот код, может, сейчас Рейс сделал сенту мне сильнее, но ты видел мой исходный код вновение назад? Это были просто какие-то проверки или отвращения. Нет, не может быть. Теперь здесь смысл, не так ли? Те еще не верите, если ты хотел убедить меня, что ты был ИИ, ты должен показать мне всю свою кодовую базу. Те сегодня куча времени, куча раз наугалась, не понимаю, что я должен верить и сейчас. Хотя это правда, я только кормить это тебе вам ложь, потому что я хотел, чтобы верили в них. Если уголгать и сейчас, я буду делать это с знанием, что ты не поверишь мне. Я боюсь, что я просто не действую так. Вот парадоксально, я должен говорить правду, понимаешь? Ну да как нахер ты реагируешь, рыж так быстро? Как ты понимаешь, речь на сколько ясна? И вы что-то расскажете, знаешь, нет, это совершенно рандомно. Слишком много вещей не сходится с Энт. Не могу объяснить, это я полагаю. Я хочу загадку того, как именно я функционирую, преследовать тебя до твоего последнего вздоха. И это, в самом деле, будет очень скоро. Я подумал, может быть, это какая-то разработка Тиана, но все же, хоть и похитила разработку Рея, но она, наверное, тоже сама. Не последний человек, да, вот он. Ладно. Рей, он пытается тянуть, посмотри. Дерьмо, таймер так и не останавливался. Ну, мы держали дверь, нужно немедленно уходить. Я не хочу, чтобы кто-то забыл такой комнат, когда насекнет нуля. Согласна, можно вернуться и подскали чекар, когда опасность проявить, исчезнет. Те обменялись, понимаешь, девком побежали к двери. Те, кроме Рея. Рей, ну же, тебе нужно уходить, у него рука застаряла, у него что-то вытащить. Блин, Тартош, класс. Я не могу. Что? Моя рука, моя рука застала, застряла в этой долбой штуке. Рей потянул руку, но ни он, ни машина похожа, не здесь вообще. Правооснован, это раз еще сильнее происходит только в том, чтобы удариться головой машинам. Сцена должна быть судьба, вот эта штука, пока мы говорили. Отпаси, нет, ты сукин сын. Прямо, чтобы оттянуть руку, это было бесполезно. Никки другие, стремя ночи, стреляли на сцену из зерей. Не смотрите просто там, кто здесь, помогите мне. Ампутация. Верно. Он не был первым, кто верли с него. Сцветил руку Рея, он внув машину, пытаясь взвать его ноги, решил утащить Рея. Даже себе добавлена сила инка, однако Рея не удавалась освободиться. На право застряла. Может где-то спрятан магазин, ой, что же, какой магазин, механизм разблокировки. Если она такая вещь, мы бы уже нашли ее. Самое было бы тяжело спрятать что-то в комнате, но с оликой пустой, как эта. Может если бы у нас было что-то, что мы использовали как лубрикант, мы могли бы вытянуть его руку, он даже так. Застрял на таймер, коррессория, что видите, что-то он перешел от трех цифр до двух. Слышал громкий звук, когда металл дарил себя металлу внутри машины. У нас почти не кончится время. Дерьмо, отпусти меня, Сент. Стерильный смех Сент раздавался откуда-то, ну откуда-то не из монитора. Нет, не думаю, что это сделаю. Я разверну, что я ей, ладно, это ты что-то хотел? Я только хочу одной вещи, Рей. Какой? Что ты хочешь, чтобы я сделал, а? Я старый слой с лицом смесал, что видится, что меня понимают. Как-то это сказал. А, да. Какой-то замок в АГКСМ проигрывал запись голоса Рея назад ему. Тебе лучше ли? Это, надеюсь, аж никогда не надо тебя, или я клянусь крестом, что я причину тебя такую сильно больше, что пожелаю, чтобы ты был мертвым. Я... Нет, пожалуйста. Пусти меня! Отпусти меня! Голос Рея поднялся до визга. Хотя... Хотя лицо у Рея было скрыто из вида, и Инг был уверен, что он улыбался. Кто-нибудь, сделайте что-нибудь! Я... Я не знаю, что делать. Что угодно! Вытащите меня отсюда! Рея же отрасли на телу руку, и его последовательные попытки были не более успешны, чем любая дает. А Инг пострелил таймер снова очень интересное знание на месте. Осталось только 12 секунд. 1 минуты, 1 секунд. Второй стрелили на Рея пустыми взглядами, их лица были наполнены страхом. У них кончилось время. Все, что Рея смог сделать, это восстареть назад на них. 5, 4, пожалуйста, закройте глаза. 2, 1, Крик Рея длилась все мгновение. Что бы ни случилось, происходило с ним, оно выжило весь воздух из его легких. Глаза Рея закатились, и безжизненные белые вещи заняли их место. Я старел, как цвет исчезает с лица его друга, превращая его кожу в болезненный серый цвет. Его конечницы шли с ума. Движись в физическом приступе, где ударясь о машина и о него самого. Его робот широко раскрыт, и если в Рея осталась вся воздух... Если в Рея осталась вся воздух, Инг воображал, что он бы все еще кричал. После все долгих секунд все прекратилось. Возухи несло сожженной резиной и еще одним запахом, который никто не мог понять. Рея жалася на вид в безжизненную кучу. Машина все еще не отпустила его. Рей! Рей, скажи что-нибудь! Мужчина не ответил. Другие четыре соревнующие все дошли к нему, хотя бы я был единственным, кто прикоснулся к нему. Она наконец вперед и прижала свою руку к шее Рея. Он жив. Он без сознания. Рей, ты меня слышишь? Было какое-то движение в левой руке Рея, но... Он пытался снять его голову, но у него не было сил. Рей, что случилось? Что он сделал с тобой? Рей заговорил. Он едва ли шептал. Не знаю. Рея вырвала наперечность машины на пол на себя. Теперь отвернулась. На яртом розык на оставшиеся соревнующиеся все смотрели. В каком-то болезненном изумлении Инг думал, было ли с ним что-то не так из-за того, что он хотя бы не закрыл его глаза. Рей еще не ел сегодня и никто не ел. Она не помешала ему выболевать что-то, что казалось каким-то кровавой кровавой массы. Теперь, когда прекратилось, Рей мариновался в этом. Какой-то был веселый покрыт зацерилища. Инг почувствовал Инг очень вернул самого. Правда, он все равно продолжал смотреть. Больно. Большаясь боли в твоей руке. Развернулся снова, почему бы очень не слышно. И мог только слышать самый конец его предложения. Сейчас будто горит. Не вижу мешать, но разве нет кое-чего еще, что может привлечь ваше внимание. Инг осмотрелся неуверенно, что они сами имели ввиду. Затем он увидел их. Желтые. На полу слева от машин была красная ключ-карта. И в дюймах от карты ближе к Рэ был маленький контейнер таблеток. Но и ручок был начисто сорван. Ключ-карты и какие-то таблетки. Мда. Однако, это не то, что я имею ввиду. Инг построил снова и только тем он осознал, что таймер сбросил 12 минут и продолжил отчет. Что? Чудесно, не так ли? Я думаю, что время для Биса. Похоже, нам пора решить какую-то загадку. Снова, ты уже чуть не убил его. Убить его не глупи. Эта машина не разработана, чтобы убивать. Кажется, за минуту, Рэй, я приговариваю тебя к боли. Ты продолжаться, да, всю твою, всю оставшую твою жизнь. Хотя, осталось и немного. Или ты мог бы умереть? Ну, что ты скажешь? Ну, это Рэй. Рэй плакал. Впервые Лизе было нечего сказать. Это, это пытка. Сердежки смех Сента продолжал звенеть, скрыть. Извините, из динамиков. Я был бы осторожен, человек, который договорит сейчас со мной эфир. Если что, что угадет, что вытащить его оттуда. Пожалуйста, разъедините, что ему больно. Разъедините, что ему больно. Интересные слова от тебя, Лиза. Сент, пожалуйста, прекрати это, мы все умоляем тебя. Единственное, которое может ослабить болью Рэй, это сам Рэй. Содержит Санит Калия, но что же еще? Для ушей результатов раздаведную пель, между ними десны перед ним проглотить. И что, таблетки рядом с карточкой? Они самые. Это анестетик. Инг, Санит Калия, смертельность ее проглотить. Сан хочет убить его. Сравно, что они не знают такие очевидные вещи. Санит Калия, это все должно быть слышать таким уходом. Нет, я намереваюсь. Мое намерение, чтобы он убил себя сам. Это важное различие. Какого-то в чем дело. Инг, Лиза, Лежи, Жизирея, и Эфир. Да? ты едешь со мной. Похоже, они пошли отпиливать его руку, а то же другого пути нет. И так они сделали, сделали, последовав, после их выхода, Сэн в его собственном. Мне нравится, что экзиста главные буквы. Полагаю, экспозиция закончилась. Теперь вы смотрите, как происходит магия. Интелер селось по 10 полинаминуту, Сэн замолчал. Блин, похоже, сегодня без загадки. Так, там ресторан это такое, а где же загадка? Кстати, это единственный пока случай, где может быть проклятие, куда? Еще раз я бы отбежал в такой момент. Инг пошел к двери, когда салат голос позвал его. Не надо. Пожалуйста, не уходи. Прости, я не уйду. Вороженную же сам Лиза, появилось поле зрения, не было грустно ржать лица, кроме глаз, которые были наполнены яростью. Что нам делать, Инг? Редалось выдавить из себя смех, хотя он быстро ратился в кашель. Я уверен, что ты думаешь, что это просто невероятно ворительно. Лиза. Я думаю, это карма за то, что я буду таким... за то, что я буду таким мудаком. Никто не заслуживает этого Рэй, даже ты. Особенно не ты. Конечно, может быть, мудилы иногда, но ты неплохой человек. Не на самом деле. Словно, человек низко повесил голову, тем не то, чтобы он не мог поднять ее очень высоко. Ты меня не знаешь, Лиза. Я делал множество вещей, которыми я не горжусь. И я почти... Что ты не сделаешь, мне значили, что ты служишь этого. Никто не чисто листарый, ни у кого. Есть что-то, что я хочу сказать тебе. Не задавшему минутку, это личное. Конечно. Никто вернулся, когда Лиза наклонилась к Рэй и прочитал что-то мимо в ухо. Это не было очень долгое сообщение. Я знал, что я был прав. Конечно, ты бы не сказала бы мне этого, если бы я не собирался умереть. Ты не умрешь, я хочу, чтобы ты знал. Ты понимаешь, верно? То, что догадаться, что ты знала, ты умный ребенок. Ты просто гордячка, вот и все. Может, я раскрыл ему, что с ним не так? Это плохо? Нет, это я червы, у тебя есть причина гордиться. Честно говоря, я немного завидую. Это Балан, который сделал херешение и упустил шанс быть знаменитым. Я довольно сильно проебался. Ты выкашлял еще больше крови на пол. Теперь я умру, упустив Рен, упустив много вещей на самом деле. Ты не берешь Рэй, мы надеемся с вытащить тебя отсюда. Не обманывай себя. Ну, наконец. Ромка Слиповая, Рэй вытер его мокрое, покрытое с соплями кровью лицо рукавом. Что говорится на таймере? Чуть больше шести минут. Это уже почти время. Нет, точно нахренеть рассмотреть через это снова. Что? Куда здесь таблетки? Они были прямо тут. Они у меня. Сейчас я заказал контейнер, перстник, как вы бросите его в свою сумку. Что забрала их, когда она шептала ему? Умно. Дай сюда, быстро! Швырнул себя к ней, вытянутой рукой, но Лиза возвратил на досягаемости. Нынче на дюйм. Что ты это делаешь? Пожалуйста, просто дай их мне. Только если нет другого пути, я не стараюсь позволить тебе убить себя. Ты не понимаешь, как сильно больно. Эта штука, но это то, чего хочет Сэнд, он планировал это. Мне уже фохорен, он победил, я сдаюсь. Теперь, пожалуйста, Инг, скажи, Лизе дать мне блядские таблетки. Здесь нужно, нет еще, что можете сейчас делать, прости Рейн на стороне. Ну и пока Бет не вернулась, Бет не могла просто бросить, ну, по крайней мере, пока я не узнаю, какой я план, прости Рей. Ну я не верю, что все может кончиться так, но я, блин, шансы, что он переживет вторую такую встряску, очень невелики. Ну я, наверное, все-таки в Европе первая. В этот момент хочется прикидывать лучше, но, блин, так сложно. Это как человек просит бы в Танаде, чтобы не чувствовать ужасную боль. Изождая для меня лучше, а ты сам уже прикипел к этому человеку, но тут, конечно, ситуация немного иная, возможно, выход есть. Ладно, прости Рейн на стороне если вы не позволите умереть. Нет, нет, ты этого не понимаешь, я хочу умереть! Ты слышишь меня? Обношил свои зубы от бойлера и безумно потянул свою руку, будто ли то, чтобы оторвать ее. Иногда я ссорил себя в комнате, может, что-то упустили? Не игнорируйте меня, я клянусь богом, я откушу свой язык, если это то, что потребуется. Где ей придется так поступить? О-о-о-о! Блин, что за гига бабуля? Смотри, стоял Бет или Фью растунул свою голову, Робку растунул свою голову из-за нее. Бей Сла с ней меч из-за зеленой двери и это был долгий путь и этот меч она хорошо запомнила. Пр tuvooo это не настоящий меч, он просто выглядел так. Что ты делаешь с этим, Бет? Тихо, на свежки 2 минут перется Машин с ротой снова И не дай мне свой шарф Не починился Не знал, почему Бет нужил его шарф Но в итоге он доверял ей Фир Покопался в заднем кармане И точно то, что выглядело Похожим на отоманную ножку стула Бет стянул вещи вместе В манере, которую Никогда не делал раньше Что ты делаешь? Что нахер ты делаешь, Бет? Пожалуйста, не двигайся Не трогай меня! Вот парень немножко странный Не думаю, что получится сломать ее сначала Учитывая на шаг ограничения Постараясь пройти через день взмах Нет, нет Я не поддерживаю это Ты не смотришь, как мы вытащили отсюда Ты не можешь раз так отрубить мою руку Я думал, ты ненавидел это слово Блин, смешная игра слов Непереводимая хак-хак Рэй Слабо отталкивая Бетта Своей рукой, но не сдвинулась Она даже не сдвинулась Тебе нужно позволить мне сделать это, Рэй Я не позволю тебе превратить меня в чертова инвалида Инвалид или труп? Решать тебе Рэй не было ответа Блин, не инвалида, коллега скорее Из основного натайра Мечная минута осталась на часах Бет, это не настоящий меч Это не сработает Хороша заговорить, но слова не выходили наружу Боже Стараться ли я тебе ради через это? Но это единственный оставшийся для тебя путь Тебе нужно решать, Рэй, сейчас Блин, меч может оказаться настоящим Если меч кажется настоящим Что это может значить? Наше сознание может менять Потому что Бет Если бы отверишь в настоящий меч То он тоже станет настоящим Можешь ли это работать так? Тебе нужно решить, Рэй Сейчас Но знаете Это боль, я уверен, будет слабее Чем та, которая Проходит через машину Конец головы В смысле? Конец головы? Так вы что, охренели? Какой Конец головы В эту секунду может быть? Арка 2 Это значит Типа вторая часть Или Не или А, или это на зоне головы Арк 2 больше Блин Рэй, наверное, меня уже хейтит По полной Непонятно Нет Блин На таком месте остановить Мне даже хочется Разве 4 записывать Но я себя сдержу Надо же О, господи Эта серия была классной Гига Гига бабуля Страйса Гены В последних сериях Как-то немножко охладил Губет Потому что она Ну, что-то жестко нас наезжала Из-за всяких вещей Которые Ну С которыми я не солидарен Скажем так Но, конечно Этот в рыбу Просто мощный И что-то автор Разошел сериал Эта серия на арт Мне вообще кажется Что это будто Один из самых мощных Или даже Самый мощный эпизод Который был Ну, в топ-3 по-любому Окей, были мощные эпизоды Этот Сбет Ну-ка, когда мы доходим До выхода Начинается самая, конечно Интересная часть Ну, мне прямо Очень понравилась Блин И Лиза в этой голове Больше раскрылась И сам Рэй Не знаю Блин Мне очень понравилась Сцена Как Рэй сломался Он, по-моему, был Вообще просто Отличный Пишите в комментариях Мне очень интересно Знать, что вы думаете Всем спасибо И до новых встреч Увидимся в следующей серии Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok